Всем привет дорогие друзья, ну собственно, почему краны теперь не покупаю? Вот как бы есть у меня вот такие вот два крана, двадцатки полипропиленовые, это фвшные, это дизайнерский, у которого вот прям тонкая стеночка, здесь у меня впаяно внутреннее армирование, труба с внутренним, здесь у меня фвшный базальт, здесь у меня просто труба полипропилен и здесь у меня стекловолокно. Ну и собственно говоря, опус о чем? А опус о том, что я купил себе вот такую вот фрезу. И сейчас я этой как бы штукой без напряга попробую оживить эти два крана. Сейчас под самые помидоры, кажется, отрежу. Это я отрезаю базальт, посмотрим как она вычищает все это фреза. Вот на монтаже, просто не всегда приходится, ну как бы не всегда получается все правильно и хорошо, где-то что-то переделываешь очень дорогое, поэтому не всегда приходится нормально все переделать, приходится высверливать, поэтому я купил себе эту фрезу. Так, здесь у меня просто полипропилен, здесь стекловолокно. Вот она сама фреза. Буду сверлить сейчас на первой скорости. Для безопасности на левую руку одену кожаную перчатку, так как свою кожу жалко. Вот, и приступим к экзекуции. Итак, начнем сначала с полипропилена, с обычной полипропиленовой трубы. Погнали! На первой скорости бамбахаю. Так, ну что получается, самое главное в шар не загнать, а так все прям путем, то есть стык довольно-таки чистый, вот видите. Дайте, это открою сейчас, что в шар в бубеню. Самое главное не в бубене, в шар. Так, давайте теперь стекловолокно. Ну, практически вон там прям чистенькая стеночка получается, ровненько все. Так, вот высверлил трубочку. Блин, фрезуришь. Так, ну вот такой получается, видите, вот чистый довольно-таки стык. О, это я высверлил фрезой. То есть довольно-таки лучше получается, чем коронкой. Ну и вот, самые проблемные, это вот эти вот тонкостенные краны. Дизайновских их сейчас много, то есть это экономия мать порядка, то есть как бы, а делать всем хочется. Погнали! Погнали! Так, шар не взбахать, блин. Так, ну мусор это достать можно, как бы, не проблема. Вот, видите, это вот так вот она вырезает, которая с армированием труба идет. То есть все стеночки чистые. Можно еще чуть-чуть подрезать там. О, красота, красота. Коронкой так хрен вырежешь. Так, ну и давайте теперь базальт рассверлим. Так. Ну вот там чуть-чуть, видите, вот чуть-чуть осталось этого базальтика, а так все чистенько. Все чистенько. Ну вот такие вот красивые краны получаются. Сейчас пасочку еще почистим ножичком остреньким, если его можно назвать остренький. О, и в путь дорогу. Кран-то новый, ешкин кот. Дешевый, сердито. Вот тоненькие стеночки у этого, дизайна этих кранов. Тоненькие для полипропилена. Так. И этот подчистим сейчас. ФВ-шный. ФВ-шный это обалденный пластик. Мне прям нравится обалденно больше всего. Есть, может быть, это, конечно, и лучше, но тут уже цены на ФВ-х. Не соскучишься как бы. Скоро будем из овна и палок все лепить. О, практически два новых крана. Никому не надо. В одном практически задарма. Так, ну и есть еще такая тема. Попробовать, попробовать вот фитинг. Уголочек рассверлить. То есть обрезаю под самый нуль. Вот так вот. Фу. Вперед, моя дорогая. Так. Все, я трубу высверлил. Охренеть. Так, ну этот уголочек бы уж не стоял на отоплении. Ну вот, смотрите, все прекрасно высверлилось. Это все вытряхнуть можно. Сейчас все с другой стороны. Отрежу. Попробую удерживать. Вообще, надо, наверное, держать ключами уже когда. Уголок. Иначе пальцы можно оставить. На самом интересном месте швуповерт сел. Сейчас поменяю. Так, не подготовил всем, Олега. Что? Навье. Практически навье. Себе можно еще куда-то приколхозить. Ну, как бы, заказчику, конечно, нежелательно. Как бы, не та цена. И вот она, заметьте, видите, внутри я ей ничего, этот фитинг не повредил. То есть внутри уголочек у меня новый. Видите, нигде ничего не зацепил. Так, ну ладно. Вырезать вырезали. Давайте спаяем, получится или нет. Ну что, мой френд, я высверлить, высверлил. Давайте теперь спаяем сей девайс. Вот он, кран мой высверленный. Аппарат не закрепленный, поэтому будет сейчас немножко у меня все шататься. Конечно, влетает она в кранную насадку хорошо, поэтому я его чуточку покручу, чтобы у меня зацеп пошел хороший с насадкой. Не обессудьте, господа. Так, вот эти. Навьё, ёшкин кот. Блин, подкрик спаял, не бывает что. Так, давайте с другой стороны. Это все, аппарат у нас, короче. Так, где-то прям хорошо сел. Снимаем. Оп, господа, кто скажет, что кран не новый, тому глаз, давай. Так, ну теперь давайте фвшник забабахаем. На стекловлаку сейчас спаяю. О, тоже хорошо, идет хорошо. Что-то я там, наверное, не досверлил даже. Да нет, вроде все. Так. Мы паяли бы еще, да болит оно. Так, вот видите, чуть-чуть. Чуть-чуть заузился проход, ну не хера страшно. Для себя можно так делать. Для заказчика нет. Некрасиво. Экономия до хорошего не доводит никогда. Это в экстренных случаях только. Так. Кручу-верчу, запутать хочу. Вот видите, пропаялась, все прогрелась. Вставляем. Все. Навье. Ну, такие вот пирожки. Давайте теперь попробуем вот этот вот этот фитинг. Конечно, его хорошо бы обезжирить было, все дело вычистить. Ну ладно, давайте попробуем. Это один хрен эксперимент. Никуда его не ставить. Сейчас спаяю, я буду в помойку витинг. Так, погнали. О, хорошо, зашел. Так, отлично, отлично. Прям красота. Меня прям фреза радует. Снимает тихонечку, вот видите. Оп. Красота. Прям шоу, канулевый стык. Как будто он никогда и не высверливался. Так, ну и вот давайте вторую сторону спаяем. Все, хорошо, заходит плотненько. Высверленная часть фитинга. Чуть я разгоню сейчас в стык. Во. И будем вставлять. Оп. Красота, господа. Навье, ешкин кот. Никому не надо перешмануть. Ладно, всем удачи, всем пока. Так, чистые эксперименты. Продолжение следует.